господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 305 события дня притча соломона 16 глава 7 стих она через двоеточие не пропускает система но когда я буду выставлять поставлю двоеточие когда господу угодно пути человека он и врагов его примеряет с ним как эпиграф и дальше посмотрите вот этот ролик михаил кальмаев православный составил посвящается всем ушедшим из православной церкви и по событиям еще ставлю один эпиграф серахов 42 14 лучше злой мужчина нежели ласковая женщина женщина которая стыдит до поношения вот какое отношение к женщинам умирает женщина восхваляют она должна быть покорности как у мусульман я еще одно место не взял сейчас я посмотрю найду его сразу нет подожди-ка сейчас еще попутно сюда же в царю сколько много а я креся 726 да я вас ударе перенесу вот так не каждый это знает к кто считает и вот рядышком здесь мы поставим это видите как делается экклесиаст что говорит я нашел а как делаем вот она двоеточие дальше тире открывается кавычка спасется от нее сейчас вы как будто обрабатывается текст вот сердце и считаю и думаю крейсера санате лев толстой это прекрасно все описывает вот так а тут надо еще растянуть вот отношение к женщины теперь вот это все должно быть курсивом курсивом это значит вот так вот кроме то вот это вот не должно быть жирным вот так я всегда украшаю текст одинаково места писания вот так они выглядят и нашел я что горьше смерти женщина вот как они поднимутся здесь ой жена ненавистная потому что она сеть и сердце и силки и руки ее оковы руки и оковы добрый перед богом спасется от нее а грешник уловлен будет ею но говорит о человек который в женщинах разбирался ровно тысячи у него было соломон еще тут говорит женщина хуже больше смерти а вот если только один брак или умерла или что-то уже опять женятся вот ян амос каменский отец мировой педагогики об этом и подробно пишет о ярмарке суеты дидактика вот вчера у нас было новый ролик составили ну до времени я его не публикую поступила жалоба конфиденциальные какие-то или какие там ну какую-то тайну мы открыли мы а человек выход из запоя вот он бумагу взял и засчитал такая бумага это запись о выходе из запоя делали с моего ведома у меня здесь моей квартире братья из нашей крестовозвиженской православной общины и я согласен что видеоролик с этой записью выходе из запоя выставлен в интернет на видеоканале открытым оком во свете библии гнати лапкин он согласен почему этот ролик полезно смотреть всем кто страдает страшным грехом пьянства потому что там он показывал свои грамоты похвальные и дескать этого имя фамилия кто-то открыл а кто сказал не знает это так никакого секрета тут нет что я был в запое ибо меня таким знают и видят всевидящий бог и люди и на работе знают и дома и соседи какую тайну а вот это злодейство эту запись короткого видеоролика сделали специально для администрации ютуба чтобы этот ролик о выходе из запоя не убирали и не имели претензий к данному видеоканалу никакой жалобы я не писал вам и никому этого не поручал жалобу подписали написали недруги или скрытые враги 12 октября 16 года вот моя подпись вот его подпись все послали щас ждем ответ то есть враги не знают как пакости сделать какую вот посмотри что делает вот она мешает мы маленькая я взял ее посадил в тюрьму у меня клетка на голубей а голубей нету и она сидит ну бегает прыгать ну как вот живщик какой невозможно удержать а это сидит рядом чтобы есть красить одиночество она как а мамка смотрит что с ней там делается а вчера эту посадил к ней чтобы она не тосковала одна она это сразу открыла сдвинула решетку все вот даже здесь понятно вот это мы вчера так я в контакте не бываю сколько раз говорил поступает ни один не 2 оттуда запроса а сотни и я ни на один не могу ответить потому что я не знаю что там делается администратор если занят на работы на работе модератор уехали в отпуск все там стоит 4 месяца и оттуда не получал извести за 4 месяца сколько накопилось и вот часть из них я сейчас беру ответы дать я не могу ответить а потому что там надо в контакте их искать где не знаю рима сиротина шило шило это видимо девичья фамилия 46 лет бишкек пишпек но раньше назвался фрунзи здрасте дорогой игнатий тихонов спасибо вам за прекрасные проповеди вы моей голове и душе почему большую букву на все разложили по полочкам очень хотелось бы приобрести ваши книги в частности три книги нового завета по возможности другие если возможно по почте все затраты будут оплачены спасибо господу спасибо господу интересно богу разве говорят так благодарение господу что вы есть здравия вам и мирного благоденствия как с вами пообщаться в скайпе вы можете дать свои данные игнатий тихонович пожалуйста ответьте игнатий тихонович я хочу купить у вас книги как это сделать здравствуйте на тихоныч услышьте меня пожалуйста я хочу купить у вас книги я из бишкека фрунзи слушаю вас каждый день мне очень нравятся ваши проповеди хочу купить ваши книги как с вами связаться скажите ваши реквизиты я хочу купить книги игнатий тихонов почему вы не отвечаете по слову купить книги на сколько раз повторила представьте а недруги лопаются от зависти вы злитесь на меня почему как митрополит сказал сергий нашему митрополиту и лариону капралу нынче почему и на игнатия не нападают то завидует говорит а сами этого сделать ничего не могут у вас книги будут просить до вас их и нету а у меня их 38 томов но все-таки разница есть 0 и 38 а когда с нолём сравнивает это называется бесконечность если бы одна была у кого-то книга то у меня в 38 раз больше там информация это на библиотеку я 50 лет посвятил этому работая день и ночь буквальном смысле в молитве ничего я не могу вам ответил я вот смотрите дальше отвечаю уже не десятки а сотни раз отвечал что в контакте и на других ресурсах никогда не бываю хотя есть моя страницы мои страницы в контакте в одноклассниках фейсбуке twitter и живом журнале других местах все связи через эти ресурсы поддерживают модераторы и администраторы наших сайта форума видеоканалов о свете библии заходите на мою страницу в моем мире и тут можем пообщаться о книгах и скайпе уже говорил не раз что в моем мире это узнаете вот мой мир наберите вот это все но это не все еще дело в том что я уже говорил что сильно кто хочет зайти это по славянски по английски по латински набери и гнать и издание и как и и по той же 10 его уже зашли мы побеседуем но только все записывается для интернета если вы не согласны даже не подходите я и разговаривать не буду меня тут некоторые пишут только не чтобы никто не знал зачем же зашел трусы свои рассеиваешь трусливых собак пристреливают кнарин васчислав 29 лет так ну и даже в мир вам в очень интересный человек я хотел бы задать вам вопрос как можно знать библию с большой буквы надо писать верить в то что библия есть слово божие ну как ты можешь верить если не если не веришь на все писание бога духновенно господь оставил слово божие у меня есть там беседа с красными людьми это можно уже найти как верить слово божие допустим я сказал мужа найти вот он сидит сенаров дохранит вас господь бог и вас и всех жителей потеряевки будьте добры поместите в комментариях к видео птв 224 ссылочки на видео снятые вами за все дни в течение которых корреспонденты находились потеряевки тогда пользователям интернета будет более понятно то что произошло у вас православном детском лагере стане корреспонденты не смогли показать всего того что было сделано вами и жителями потеряевки для детей и полностью раскрыть возникшую проблематику я слова проблема вообще исключаю нет ну сами за роспотребнадзор зайдите на наш канал и поищите ну где наш канал я сейчас открою вот это наш канал а вот здесь вот этот поиск вот введите запрос напишите тв24 или что-то и они все откроются роспотребнадзор тут выбирать то десятки почти этих роликов то почему я буду сейчас опять выискивать мне зачем у меня и времени нету повторяю четыре месяца не имел доступа по-настоящему к интернету мы привезли за четыре месяца семьсот восемьдесят новых роликов и я их за три дня перенос мой мир пришлось сделать переключение я посчитал двенадцать тысяч двенадцать тысяч не ошибиться ни разу нигде представьте у меня рука не имела но уже все дело сделано вот сюда заходите вы здесь найдете и вот здесь заходите можете сами заходить вот это наш форум ну и мой мир мой мир это надо даже посмотреть как-то здесь сейчас я посмотрю еще мой мир вот он как у нас выглядит всех поздравляют поздравить или тут я вот он мой мир вот по скайпу зайдите и тут можем тогда уже определить и говорить или не говорить четыре месяца я не имел доступа не мог говорить алла шляхова пятьдесят три года киев украина вот женщина в брюках мужчина бритый женщина без платка мы на это смотрим отрицательно вы просто знайте слава иисусу христу за вас хорошо что вы есть на свете да восполнит господь всякую нужду вашу по богатству славы своей христом иисусом православные не напишут они библии не знают милости благодарим за доброе слово но я говорю одевайте приличную женщину вот так как у мужчины под шеей корла должна быть закрыта нет обязательно вниз то есть самое ценное груди показать еще груди не видали руки у нас не принято так Олег Окунев 36 лет Тверь в России доброй ночи Игнатий Тихонович и вот он видишь картина какая с пирожком стоит видимо сын у нас сегодня праздник справляет у храма русский народный фолклер в одном слове две ошибки про гадание на ромашках говорят и песни любит не любит и к черту пошлет на крысе храма поют куда бежать для истину искать наверное точно надо было к баптистам идти у меня противление против такого язычества у храма сегодня ваши ролики смотрю весь день большое желание когда-нибудь посетить вашу деревню но это невозможно деревню посетить без нашего разрешения ни под каким видом останавливаться негде среди ночи верная смерть особенно зимой не ездите летом когда мы договоримся к нам приезжают принимают крещение из-за границы дальнего ближнего зарубежья откуда только нет а встречать некуда тут работа дальше Сергей Ушков Липецк доброй ночи уважаемые гадания можно с вами немного поговорить по скайпу что у вас случилось и могли бы вы через пару дней поговорить по скайпу вот уже поговорили а мне только поговорили уже сколько время прошло и ролик будет выставлен а мне только скинули администрация администратор то свои то жена родила то какие то не в порядке с квартирой на работе ну просто времени нету тем более у нас очень большие ресурсы ну вот собрался администратор один накидал мне их сюда здравствуйте уважаемый Игнатий Тихонович меня зовут Елена мне 31 год нигде нет не знаю такой даже не могли бы ответить на мой вопрос возможно ли купить по Теляевке какую-нибудь недвижимость недорого чтобы поселиться там так как хотелось бы жить в православном поселении уехать из города ну недвижимость что имеете ввиду дом сарай недвижимость деревья огород сад пруд недвижимость речь идет о доме домов нету ни одного дома нету надо договариваться и дальше деньги есть нанимать и строить как все строили и иметь деньги на хозяйство поднять ну человек не должен лгать пить, курить, материться, воровать и средства иметь быть православным православным даже христианин сектант не поселяется не говоря уже о мусульманах цыганах только и решает общее собрание деревни разрешить и не разрешить видите, это оттуда я скопировал здравствуйте, Игнат Тихонович помогите, пожалуйста, понять Иисус говорил чтите день субботний а посчитается воскресный боюсь нарушать заповедь посчитаю и субботний и воскресный но так сложнее а когда же работать ну правильно первые христиане чтили субботу и воскресенье суббота указывал на воскресенье вечный покой в субботу Христос проповедовал в преисподних местах труд закончил воскресенье надо зарядить его у нас и увидеть я уже многократно отвечал Валерий Посудин лошадка у него Игнатий поклон вам видел вас по телевизору вы святой прям ну какой святой грешный человек грешный как то есть согрешаем все я омыт кровью Христа по благодати мы все святые все которые уверовали во Христа приняли крещение и не грешат Наталья почему-то два раза Наталья город Югорсханты Мансийский автономный угол округ Югра это вот она видимо стоит там здравствуйте Игнатий я рада что у вас в стране у нас в стране есть поселение истинно верующих людей я недавно пришла к вере хотя и могла прийти раньше но преподали православие в АКК в Варнаул как предмет но без практической пользы молитвам не учили мне сейчас тяжело вокруг меня люди не верующие даже муж началом толчка к вере стала ссора с близкой подругой она прелюбодействовала своим мужем и он тоже на моих глазах я отказалась общаться все друзья и даже супруга оправдали недостойное поведение подружки я оказалась в опале и задумалась о том что в наше время стали нормой многие пороки а когда я посмотрела фильм русский ангел отрок Вячеслав я просто плакала пришло сознание что нужно молиться за род человеческий за смерть царской семьи все кругом все погрязли в пороках оглядевшись я увидела как избалованы мои дети родня верит не верит конечно я побежала в церковь молиться причащаться и те вот вожу младших кое-как их говорю им считаю книги духовные со старшим пока никак отец не уходит и я не пойду говорит дети хорошие добрые но мир пагубно влияет не разрешаю им смотреть плохие мультфильмы отец сам и включают каналы для детей карусель ужас что показывает полное зомбирование детей я многое узнала про пророчества святых старцев и так далее очень боюсь уэк муж говорит что с удовольствием примет а то паспорт неудобно носить меня не слушает смеется надо мною он не верит в опасность этого чипированного паспорта сам электронщик вот думаю как жить на бога только уповать одна была бы не страшно за детей очень я сама по себе в городе не знаю с кем общаться можно на такую вот тему вот такие дела вам желаю успехов в ваших благих делах хорошо людям житья хорошим житья не дают смотрела по тв про вашу деревню как они умеют выставить в невыгодном свете оклеветать скоро наверное по домам будет ходить и смотреть есть ли условия для проживания детей а потом их забирать из-за неподобающих бытовых условий в детдома вот и Валентина Крашенинникова Щебо Баркуля и тоже страдает столько клеветений и правды про нее пишут а про миссионерство так людей так давно оторвали от веры что-то должен кто-то должен помочь понять православие чем вы и занимаетесь возвращением к истокам это благое дело я заметил людям сейчас все одинаково что сектанты что православные все одно чуть что сразу сектантами обзовут дай бог вас вам видимо вам силы терпения Игнатия ну я быстро прочитал а то вот скинули мне через контакты ну что ответить ну слава богу ну сектантом это наполнил все сектанты Дворкинская Блевотина по всему миру Валентина Крашенинникова там много-много неправды говорят будьте очень осторожны никто его не канонизировал а там мать там с одной подругой это делает и он там говорил такую ерунду другой раз все эти динозавры и провалы ребенок ну люди не знают бога им бога-то недостаточно надо чтобы свой был и там на небе маленький божок был ну так это с Вячеславом Крашенинниковым видите я уже говорю а вам он нравится но я должен сказать муж такой ну молись что сделаешь русский ангел ну какой ангел и мы не знаем ничего вот ты смотри что делает открыл ты смотри вот это да дергал 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 как лягушка в сметане вот он где это она буска открыла надо же так это она у меня тут не завязана тут вот если я завяжу и никогда не выйти вот завязка завязка проходит сюда и вот так завязал а тут она просто вот на миллиметр захватывает но она дернула и пошла все будешь баловаться опять посажу пока запись идет ну прям как прыгнет но у меня тут все летит провода грызет и малышка буска баловная такая так ну что изменяет муж надо было мусульманство идти там 4 жены разрешаются раз совершенно не верующие то тут уж ничего не поможет артур тагиров новосибирск здрасте Игнатий увидел сегодня вас по новостям только так вас узнал сильная вера у вас я тоже православный крещеный ну и слава богу это ТВ ну и вот видимо я больше не стал говорить покажу наши ресурсы это вот мой мир еще есть страницы мой мир там я с голубем стою а здесь просто в шапке вот сюда заходите тут легко общаться и я все вам скажу ну это наш ресурс большой православный форум 1592 темы темы вот видеоканал сейчас я обновлю вот каждый день в среднем 6 роликов выставляется 6 вот ну что вот я тут поставил подключение электричества 1 час назад 57 просмотров ну поминутно почти приходит вот кто подобен Иуде 93 уже по полтора человека на минуту другое есть ну вот этот мы не выставляем еще ролик ну вот он говорит его засчитывает Михаил Коряковцев вот содержание известно а сам ролик откроем когда от администрации там ответ придет и ну это они не перестанут будут клеветать ну пускай рыпаются раз два другое в администрации там тоже люди увидят что они лгут лгут то есть приходят ищут наших модераторов большие деньги там сотню тысяч заплатим только дайте помогите войти на наш канал чтобы уничтожить его вот такие злодеи верующие верующие бывшие православные беззаконники блудники знаем один такой в Потеряевке жил развратитель по чужим женам лазил в другие места вот смотри что делает мать грызет Володя глянь напала на нее глянь за глотку ее берет все пошло ну вот такое дело вот пошла опять хулиганить ну и вот у нас самый большой ресурс это во свете библии православный библейский сайт ему гимн посвящен гимн это вообще удивительное дело что вот вчера день прошел здесь занятия должны были быть занятия по скайпу но что-то не получилось кто-то первый зашел тнул и маленько не так пошло и ну то есть непонятно что там было вот так смотри Володя глянь оп за мать да она видно вот так ну что у нас еще что еще вчера было то у меня такого то ничего и нету с голубями ухаживаю просмотрел несколько я мне очень нравится узнать подробности вожди самые близкие люди Гитлеру как они закончили какие были по порядку про гейлинга геймельса гейдриха вот геймлера по порядку уже знаю смотрел еще раз меня все время побуждает проникнуть во внутренний мир вот этой сатанинской их ненависти к евреям сатанинской все сатанинская но сами то по себе люди талантливые были и как старались чтобы о холокосте евреев когда-то будут все таки разоблачать от гитлера отвести что он невиновен невиновен вот это Борман этим занимался особенно про Бормана посмотрел Мартина и вот точно так от Сталина от Ленина отводили Ленин не знал что царя расстреляют ну не знал то есть охраняет его одинаково все одинаково идет и там и здесь ну где они теперь в вечности жизнь самоубийством закончили проклятые просто проклятые человека демоны или бесы человеки сколько беды натворили человеческую жизнь вообще ни во что ставили вот я занимаюсь такими вопросами еще раз посмотреть свидетели живые выступают когда говорят и что тоже были маленькие мальчики девочки бегали и чем это все закончилось взявшие вещь от меча погибнет там англичане забрасывали свои парашютистов и они попадали в плен и пленных расстреливали неправильно поступали неправильно в бога не верят что неправильно те приехали то они с конфетками не с пампушками приехали с оружием тоже немцев убивать что теперь судить взяли меч мечи погибли а теперь найти кто их расстрелял а вы еще делали с пленными сколько погибло ну так нельзя рассуждать что смотреть по двойному стандарту виновны виновны все пошли вот в этом вопросе самая правильная позиция была в мире поршеров в германии это так называемые свидетели югова они лишь несмотря на звень это у тебя аппаратура нет я опять прячу вот это у меня много времени вчера отняло где-то посмотрел ролика наверно три ну и все на сегодня слава Господу нашему Иисусу Христу поверьте слава